А это все вот цепочка островов, крайний, ближний к России. Это остров Ату. Всего таких крошечных островов 110. На всех не побываешь, говорит Михаил Малахов. Поэтому приходилось выбирать те, где могли остаться следы русского человека и русской культуры. Надо стрелять было прицельно. Чтобы выстрелить прицельно, надо было изучить исторические архивы, исторические карты. Наложить на современные карты, найти подтверждение, что там есть через спутниковую информацию, спутниковые снимки и тогда намечать точки. Самое интересное, говорит Михаил Малахов, это идти по самим островам и думать, прав ты был в своих расчетах или нет. Всего экспедиция прошла 4,5 тысячи километров на маленькой яхте, но с большими приключениями. Был и дикий холод, и волны, и борьба с морской болезнью. Но вся экспедиция, говорит Михаил Малахов, того стоила. Русская Америка даже там в это время жива. На фотографиях экспедиции только часть русского следа. Такие, как православные храмы. Но след этот остался и в местном народе – Алиутах. Они празднуют Рождество, поют под аккордеон подмосковные вечера и отмечают святки. Алиутские острова – это своего рода мост, который протянулся от Камчатки до Аляски. Любой русский след на этих островах должен нами восприниматься как ценнейший и исторический, и культурный материал. Поиск русского следа – это одна большая экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества. Они исследуют следы, которые могли остаться над так называемой Русской Америке. Михаил Малахов уже побывал на Гавайских островах, Камчатке, Сахалине, Севере Калифорнии. Теперь вернулся с экспедиции на Алиутские острова. И останавливаться на этом не планирует. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».